Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и мы уже вплотную подходим к великому посту, и поэтому на данный нас седмицы в среду и пятницу богослужение в храмах совершается уже по великопостному чину. А великим постом мы с вами не служим полной литургии на буднях, поэтому не читается великим постом в будние дни, за редким исключением, книга апостольская богослужебная и, конечно же, Евангелие богослужебное. Поэтому в эти дни мы с вами будем обращать внимание на те отрывки Священного Писания, которые в это время будут прочитываться в храмах Божьих. И сегодня Церковь предлагает нам за богослужением прослушать отрывок из книги пророка Иоиля, глава 2, стихи из 12 по 26, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Но и ныне еще говорит Господь. Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он, и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубую на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите из народа и созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади Господи народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И когда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой, и ответит Господь и скажет народу своему, вот, я пошлю вам хлеб и вино и елеи, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, древо принесет плод свой, смоковница и виноградные лоза окажут свою силу. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе вашем, ибо он даст вам дождь в меру, и будет неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили я виноградным соком и леем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивно я соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Итак, дорогие братья и сестры, пророчество Иоэля. Здесь нужно сказать о том, что мы должны понимать, что же такое вообще пророчество, и кто такие пророки. Потому что мы с вами живем, к сожалению, в эпоху после великих потрясений. Действительно, 20 век — это великое потрясение для русского народа, для русской церкви. И гражданская война, то насилие над русским народом, над Церковью Христовой, которую пережили мы в 20 веке, оно вряд ли имеет такие полномасштабные аналоги в принципе в мировой истории. И, конечно же, эта трагедия нашего народа, трагедия нашей церкви не прошла бесследно для нас, и мы потеряли во многом традицию, мы во многом отбросили назад наше духовное образование, наши академические знания, наши академические школы, некоторые отрасли церковного знания нам пришлось после восстановления свободы церкви практически возрождать сызного, и мы еще начинаем только становление этих отраслей. То есть мы сейчас восстанавливаемся, период долгого восстановления, и поэтому некие знания у нас утрачены, и на нас очень сильно влияла та культурная среда, в которой мы росли и воспитывались, и массовая культура в том числе. Вот массовая культура говорит нам о пророках как о предсказателях будущего. Что-то некие предсказатели, вот они видят будущее, и вот это пророки. Нет, пророки — это провозвестники воли Божией. А воля Божия может быть такая, предупреждающая. И пророки могут предупреждать о наказании, что за такие деяния, за такие злодеяния Господь покарает тот или иной народ. Если он не покается, если он покается, то этого не будет. Яркий пример пророка Иоанна. Он пошел к неневитинам, предупреждая их о нависшей над них грозе со стороны Господа Бога. Он не хотел к ним идти, ибо понимал, что если они покаются, то не избудется то, что он скажет, и его будут обвинять в лжепророчестве. Не хотел он быть таким пророком. Но все равно воля Божия была ясна, и он пошел, и они покаялись, и те грозы, которые предрекал им пророк Иоанна, не случились. Поэтому пророчество — это воля Божия, прежде всего, которая может не сбыться. Но которая предупреждает нас о чем-то. Соответственно, сегодня пророк Иоанн говорит и обращается и сквозь толщу веков. Этот призыв звучит к нам сегодня пред постом. И он как никогда актуален в сегодняшней нашей повестке. Мы должны покаяться пред Богом все вместе. Мы видим, что что-то не то происходит, что что-то мы не так делаем в этом мире, что происходит то, что происходит. Поэтому Господь ждет от нас покаяния. Всех. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Поэтому сегодня обратитесь ко мне всем сердцем, говорит Господь. Своим, сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Действительно, мы должны раздирать не лицемерно, раздирать одежды наши на показ, демонстрируя свою какую-то позицию по тому или иному вопросу. А мы должны раздирать сердце свое. Пред Богом прежде всего. Понимая, что и моя греховность влияет на то, что происходит. Ибо мы должны покаяться в своих грехах прежде всего. Помните, как сказал преподобный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. В наших силах стяжать этот дух мирен. Каждый на своем месте. Мы должны обратиться к Богу, ибо, как говорит пророк Иолий, он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. И в то же время, сегодняшнее пророчество, сегодняшний отрывок говорит о том, что за каждым испытанием есть, и в каждом испытании за человеком есть выбор. Принять его и понять, что данная скорбь, она временна, и от нас зависит наше покаяние, и дальнейшая наша судьба. Но всегда, всегда Господь дает людям ту радость, то обновление духа, которое всегда следует за покаянием. Поэтому, Чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, и он даст вам дождь в меру, и будет не спослать вам дождь, и дождь ранний и поздний, как и прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком, и воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки, гусеницы, великое войско, которое послал я на вас. Поэтому ни в коем случае нельзя унывать. Покаяние не приводит нас к непомерному чувству вины, чувству какой-то фатальности. Мы всегда должны уповать на Господа Бога и созидать вокруг себя все то доброе, чему нас учит Христос. Поэтому сегодня пророк Иоэль назидает нас жить в посте и покаянии, надеясь на милосердного Господа Бога, на Его святую и благую волю. Поэтому не будем унывать, будем обращаться ко Господу с молитвой покаяния, с желанием стяжать дух мирен, чтобы тысячи вокруг нас спаслись. Будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Субтитры подогнал «Симон»!